Полиция арестовала группу гонконгских протестующих, а также попыталась разогнать митинг, который прошёл в память о кровавом подавлении студентов на площади Тяняньмэнь в Пекине в 1989 году. Обычно в этом автономном районе КНР мероприятия, посвящённые 4 июня, проходят каждый год. Однако в этот раз власти запретили массовые собрания, ссылаясь на пандемию. Небольшие стычки между протестующими и полицией произошли в районе Мангкок. Там сотни протестующих пытались перекрыть движение. Ранее несколько тысяч человек пришли на вечер памяти со свечами в парк Виктория. В предыдущие годы это было главное место сбора на 4 июня. В этот раз из громкоговорителей всем сообщали, что собрания больше восьми человек незаконные. «Мне могут выписать штраф в 2000 долларов. Вот такой риск. Но я не знаю, какой риск будет в следующем году. Пока у нас ещё есть хоть какая-то возможность выйти. Поэтому мы здесь». Многие гонконгцы вышли со свечами просто на улицы города. Несколько католических церквей также открыли свои двери, чтобы люди могли помянуть погибших там. «Есть опасения и переживания. У каждого они есть. Но мы не можем не помянуть погибших из-за того, что боимся или переживаем. Мы можем сделать всё шаг за шагом, приложить все силы, чтобы защитить нашу свободу и право на протесты и собрания. Мы пытаемся напомнить людям вокруг, следующему поколению и даже старшему поколению, насколько невыносим нынешний режим». В этом году мероприятия проходят в чувствительное для коммунистических властей Китая время. Так Пекин пытается ввести в Гонконге новый закон о национальной безопасности. Кроме того, 4 июня здесь приняли закон о неуважении к гимну КНР. Теперь за его освистывание людям грозит большой штраф и даже тюремный срок до трёх лет. Тем временем сотни демонстрантов собрались в столице Тайваня на минуту молчания на площади Свободы. Власти демократического острова, который Пекин называет своей мятежной провинцией, призвали КНР извиниться за события 1989-го. Некоторые участники расстроены тем, что в Гонконге мероприятия запретили. «Несмотря на то, что ограничения, связанные с пандемией, уже отменили, я очень расстроен тем, что Тайвань стал единственным местом, где можно публично помянуть погибших. Ни в Гонконге, ни в Макао, ни на материке этого сделать нельзя. В Гонконге это запрещено, в Макао тоже. Про материковый Китай нечего и говорить. Грустно, что прошёл уже 31 год, но об этой теме говорить всё сложнее». За 31 год власти КНР так и не раскрыли всю информацию о том, что же произошло на Тяньаньмэнь в 1989-м. Официальный Пекин утверждает, что в то время при разгоне демонстрации погибло не более 300 человек, и большинство были полицейскими. Однако правозащитники и свидетели говорят, что убито было до 10 тысяч протестующих.